Детский дискач уже пошел. Я познакомился с девчонкой, я начал за ней ухлестывать, мы пошли на свидание. Мне уже редкофер больше понравился, чем девчонка, да. Ребенок кого-то подрался, говорят, сегодня. Ну просто леща получил, все нормально. Я приехала сегодня на Расслабоне за 10 минут до начала мероприятия, потому что все круто, все готово. Субтитры сделал DimaTorzok У нас очередной выпуск нашего влога Inside Red Paper Events. Я не знаю, что говорить, потому что я посмотрела все предыдущие выпуски. В начале я всегда делаю одно и то же, говорю одни и те же слова. И на вашем месте я бы давно-давно уже переключилась. Поэтому я не буду долго растекаться мыслью по древу. Вы сами все увидите. Господа артисты, у вас Денис лидирующий. Вы подстраиваетесь под нему, а то вы отстаете, он поет, а вы еще не поете. Или вы поете, а он еще не поет. Давайте еще раз репетировать. Сегодня мы готовим открытие ресторана русской кухни «Дубровин». Сейчас у нас прошел генеральный прогон. Все актеры отлично отработали. У нас были также балерины. У нас был оперный певец. Это все ждет гостей вечером. Но сейчас я могу маленько показать, где мы будем проводить нашу презентацию. И расскажу про концепцию. Мы дошли от стандартных выступлений и от стандартных презентаций. Мы сделали формат иммерсивного спектакля. Как мы это делаем? Уже за час до того, как придут гости, на своих местах будут работать актеры. У нас будет девушка-официантка. Она только что тогда прошла. У нас будет очень критичный клиент. У нас будут делать предложения молодые люди. Будет семейная пара, которые будут сцену ревности изображать. Это все на самом деле привычно, но в формате ресторана на это все обращают внимание. В финале мы сделаем постановку балерин. Отыграем концепцию русского ресторана с помощью трека Робби Уильямса «Party like Russian». У нас сегодня открытие ресторана «Дубровин». Наша фотозона, имитация центральной гостиницы и знаковых монументов Екатеринбурга. Ресторан сам по себе очень красивый, открылся в центральной гостинице. Скоро придут первые гости. Вот такая вот у нас сегодня камерная обстановка. Сегодня будет классный, иммерсивный спектакль. Я думаю, мы вам его обязательно покажем. Мы решили сделать что-то необычное, как обычно мы решили сделать что-то необычное. Чем-то удивить, чтобы не просто люди пришли и поели, а были задействованы в какой-то театральной постановке. И у нас порядка 12 актеров, которые будут маскироваться под гостей. В общем, будет классно. Я в этом уверенном. Я приехала сегодня на Расслабоне за 10 минут до начала мероприятия, потому что все круто, все готово, все молодцы. Пойдемте. А, еще хотела показать, как у меня круто сегодня агентство выглядит. Которое встречает сегодня гостей. Объясните, расскажите про свой лук, Маргарита, пожалуйста. Я советская женщина. Простая советская женщина. Вот так вот. И вот рукаву... А где кепка? Мне сказали, что для нее лучше. Там кепка еще была. Она была прям такой рок-звездой СССР. Ну, в принципе, вот ресторан красивый. Леша играет, как всегда. Все нормально. Все на своих местах. Ну все, смотрим спектакль. Ну все, смотрим спектакль. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, наш иммерсивный спектакль прошел. И прошел он, по-моему, неплохо. Я хочу пойти пообщаться с гостями, узнать впечатления. Но, на мой взгляд, все было классно. Как-то разнообразили этот вечер. Было и предложение, и ссора, и пьяный мужчина, и оперный певец, который Ферреса Мелье. И даже был балет Party Like a Russian. Конечно, мы не могли без этого обойтись. Поэтому я хочу пойти пообщаться с гостями, узнать их впечатления. Все шикарно. Все сытые, довольные, счастливые, красивые. Развлеченные. Развлеченные. Обмузыкаленные, обтанцованные, обактеренные. Что, как это? Очень круто. Спасибо огромное. Спасибо вам большое за доверие. Будем звать обязательно еще. Пожалуйста, пройдемте к столу. Великолепные женщины, можно я вас отвлеку на 3 секунды? Вам вместо десерта мой микрофон. И самое главное впечатление – бокалы, которыми только стоят зимние. Да, на самом деле, Марина опоздала на половину спектакля, если что. Нет, не на половину, я опоздала на часть. Она здесь, сейчас. Я вошла просто как иммерсивная часть спектакля. Я готовлюсь просто к отрицательному отзыву, подготавливаю. Нет, на самом деле, я хочу начать с положительного отзыва. Хорошо. Потому что, когда мы вошли, а мы правда опоздали и чувствовали себя изначально виноватыми, а красный пиджак все скрыл. Да. Я готова была вот так вот войти. Но на самом деле, мы вошли и сразу увидели эту потрясающую посуду. А для ресторана, который работает в стиле русской кухни, это очень важно. Когда посуда… Правда, ее хочется бить каждый раз, когда они поют. Хочется сделать так – раз и просто разбить. Природная интеллигентность не позволяет. Тяжелая площадка, потому что она очень разоплаженная. И поэтому нужно было держать концентрацию и так далее и тому подобное. Но тема иммерсивности наконец-то пришла и в наши ряды. Спасибо. Поэтому, оле-оле, я тебя поздравляю и желаю продолжения всего такого. Всех цветов начинаний. Влог. 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 Я звезда влога. Второй выпуск уже светится, все нормально. Я не виделся. Да ты сама ему подмигивала, я же видел. Подмигивала? Да у меня просто глаз дергается, когда я рядом с тобой куда-то выхожу. А что это за картинки? Это мой проект – гостиница. Здесь будет 250 номеров. Расскажите, вам не видно было? Или видно было? Ну, понравилось, тоже все происходило, да. Все хорошо, понравилось? Речевик молодцы, как обычно, конечно. Да. У нас только одно замечание. Давайте. У тебя. У нас просто по два. Да, точно. У нас просто по два. Оргинально другое вообще. Попрошу заметить, что я в экспертном совете моментов, если что. Ой, а так все прекрасно прошло. А, ну так вот только лишь поэтому было замечание, потому что, во-первых, не место нет для Black Tie, во-вторых, не… Ну, открытие ресторана и Black Tie – это как бы чуть мимо. А так было все прекрасно. И вот эта вот такая свежая идея этого иммерсивного театра, и плюс моя – это безумная любовь к Речевику. Это просто попадание в самое сердце. Это было очень здорово. Да, рада. Да, рада. А мне не пришлось побегать по залам немножко, да? У меня, конечно, другое попадание в самое сердце, потому что вы наверняка вообще анализировали, вспоминали, спрашивали, может быть, историю, как проходили советские застолья и так далее. И вы попали… Я, правда, прямо разревелась в какой-то момент. Вы сделали со мной то, чего вообще мало людей, кто может со мной сделать. Когда вы закончили свое представление романцем или, ну, не знаю, как сказать, да? Шлягер, шлягер. Ну, нет, это все-таки застольный был романцем. Наши все домашние застолья, когда живы были все наши бабушки, прабабушки, да, мы заканчивали такими песнями. Эмоции, эмоции были на просто милеральном уровне. Я абсолютно искренне говорю, потому что вот для меня вы абсолютно попали. Вы сделали такую атмосферу, которую, к сожалению или к счастью, я буду здесь всегда ждать. Прикольно. Я был на несколько иммерсивных ужинах, потому что… Красава из Москвы. Супер, супер. Уже теперь. Даже, да, на моей любимой лодке Mercedes, которая… А это как бы, как это так у него такая нарядочка? Я из Москвы. Минутка рекламы. Айкос 3.0, пожалуйста, смотри. Вообще-то старт продаж был вчера. А, ну, так-так, а вернемся к иммерсивному свидеталу. Как сказала Ирина Новожилова, видела у Белорецкой, у Долецкой и у Щукина. Без самой рекламы не можем обойтись, ладно? Это Я-бренд, сейчас же модно. Семинар. Мои идеи, пожалуйста. Это Я-бре. Это мой блог. Нет, твой. Семинар. 500 рублей, мне процент 2000. Ты молодец. Мы сегодня, кстати, как раз обсуждали, что у тебя сейчас нет конкурента. Ты молодец. Это очень прикольно, что это первый ужин иммерсивный в Екатеринбурге. Вообще, такого же не было. Смотри, не выпила со мной. Я с тобой первым чокнулась так. Ну, память-то девичья, простите. В общем, это на самом деле первый иммерсивный ужин, который состоялся в Екатеринбурге. Это прям, ну, почетно круто. Ну, потому что сейчас это прям... Спасибо, дорогая Динар, что ты делаешь из обычных, казалось бы, вещей, которые связаны, ну, казалось бы, открытие ресторана. Сколько у нас ресторанов и вообще, в принципе, здесь открывается, да? Вот очень ты умеешь правильно заметить и рассказать об этом людям, что можно сделать иначе, что можно сделать по-другому, что можно сделать с душой необычно то, что запоминается и то, что люди чувствуют сердцем. Спасибо тебе большое. Продолжай это делать искренне. Когда ты делаешь искренне, это сразу же очевидно, и это становится очень крутым. У нас сегодня классный детский день рождения. Мы поздравляем двойняшек Ванду и Платона. И у нас сегодня день рождения в стиле Вилли Вонка, как вы можете видеть по нашему декору. Это будет сказочное путешествие на шоколадную фабрику. И я прямо очень горжусь тем, что мы сегодня сделали, потому что выглядит это реально очень круто. Давайте пойдемте посмотрим, потому что дети уже играют. Их 40 человек, им 7 лет, и это максимально круто. Мы не могли обойти вниманием увлечения и хобби двойняшек. Ванда очень любит кукол Лол, поэтому у нас есть зона Лол. А Платон увлекается футболом, и поэтому у нас есть сегодня футбольный фристайл. Он будет чуть попозже. Пойдемте на шоколадную фабрику. Платон увлекается футболом. Пошел. Мне очень понравился праздник, мне понравилась организация. Начиная от пригласительных, заканчивая всем остальным, я практически не принимала участие. Только подписывала бюджет. Вовремя заплатила, и сейчас довольно расслабляюсь. И смотрю на счастливые лица детей. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 субтитры делал DimaTorzok Очень интересно, кто это Да, завязался разговор И он практически весь вечер был посвящен тому, как она поступила Попала на работу в RedPaper Насколько она проходила вот этот сложный квест Ты мне потом расскажешь, кто это Как она восхищалась всей командой, руководством Мне уже RedPaper больше понравился, чем девчонка Добавил субтитры делал DimaTorzok это светлана наш клиент и собственник магазина ганты екатеринбурге и на самом деле идея с этим профессорским проектом как мы его называем пришла светлане на с нами ею поделилась ему уже развили ее совместно вот в то мероприятие которое вы сейчас видите я хотел как раз и станции почему именно профессор и почему как это так вот сложилось в голове и вылилось такой замечательный проект но вообще история ганта эта история ельского университета история университетов леди плеща это началось все со студентов и провисторов ельского университета и с рубашки которую они носили и таким образом мы решили приобщить и наш университет это уже к нашей рубашки да и создать такую ситуацию чтобы в практике и теоретики столкнулись вместе посмотрели насколько отличается теория от того что реально в жизни происходит за кого сегодня будете болеть за практиков или за теоретиков за за дружбу да мир дружба жвачка мы начинаем первый в россии бизнес квиз теоретики против практиков аплодисменты друзья и 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 У нас есть Кристина. Кристина мать. Ребенок с кого-то подрался, говорят, сегодня. Просто реча получился нормальным. Тем не бывает. Варь, Варь, Варя. Ты дралась сегодня, расскажи. Ну, расскажи, дралась? 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 Я не козу, я не езжу. Козу сделай. Вот так, козя. Мы находимся на елке в Пайн Крик. Это Наталья, маркетинг-директор вольф-клуба. У нас уже, да, заканчивается вторая елка. Мы уже пережили этот большой день. Мы долго к нему готовились. Наталья, расскажите, в чем была основная идея? Что мы хотели показать? И получилось ли у нас это сделать? Елка удалась. Дети рады, дети счастливы. Мне кажется, родители тоже. Елка у нас была нестандартная, без Деда Мороза. Но зато со всеми героями, которых любят подрастающее поколение. То есть они обрели суперсилу, поиграли, походили по мастер-классам. И действительно остались довольны. Это факт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова